Пять лет назад семья Алтунянов взяла кредит у государства для выращивания винограда сорта хендогны на одном гектаре. Но цена, по которой крупные предприятия принимали виноград, не устроила. Поэтому решили делать вино самостоятельно, в домашних условиях. Даже несмотря на то, что затраты ручного труда высоки, домашняя виноделие оказалось выгоднее, чем просто сдавать виноград на переработку. В прошлом году мне предлагали за килограмм винограда 120 драмов, в этом году за 150 драмов, что опять невыгодно. Потому я решил, что лучше самим заняться производством вина. Виноградство и виноделие всегда было прибыльной сферой сельского хозяйства в Нагорном Карабахе. Однако после того, как Карабахская война уничтожила почти все виноградники, возрождается эта отрасль с трудом. Это занятие может положительно сказаться на уровне жизни населения. Но для маленьких хозяйств главная проблема – это реализация. Жаль, что не разрешается без лицензии выставлять домашнее чистое вино на продажу в магазинах. Тогда было бы больше выгоды. У нас вино люди покупают прямо из дома. С гектара алтуняны получают более 500 литров вина. Литр вина семья продают за 800 драмов. При этом за одну пластмассовую бутылку в качестве тары платят всего 70 драмов. Но если для частных хозяйств остро стоит проблема реализации, то для крупных и средних предприятий главнейшей задачей остается сохранение качества вина. Продукции компании «Арагил» в селе Шехер Мартунинского района, кроме продажи на Карабахском рынке, также экспортируются в Армению и в Россию. У нашего завода есть свои принципы и понимаем, что такое конкуренция. Создавая качественное вино, мы конкурентно способны и удерживаем свое место на армянском рынке. Мы категорически против использования посторонних добавок при производстве вина, так как нам дорого имя винодела. Завод не принимает большие заказы, потому что в погоне за количеством можно навредить качеству продукции. Мы производим пять сортов вина, используя чистое сырье и ручную обработку, что дает возможность создать хорошее вино, пользующееся спросом как у местного населения, так и за рубежом. Об этом говорит и число покупателей в Карабахе, и заказы, что мы получаем ежегодно от ресторанов и торговых компаний в Армении и в России. Компания «Арагил» владеет шестью гектарами виноградных плантаций, также принимает виноград у населения по цене 150 драмов за килограмм, и производит чуть выше 44 тысяч литров вина. Но директор компании не может назвать свое производство высокоприбыльным, потому не собирается расширять предприятие. Оплата труда наемных работников, расходы на тару, эстетическое оформление упаковки, транспортировка готовой продукции – все это съедает львиную долю прибыли. На развитии остается не более 25% дохода. А вот компания «Ануш-1», действующая в селе ТОХ Гадруцкого района более 10 лет, намерена расширить производство, потому что география экспорта продукции этого предприятия распространяется не только на Армению и Россию, но и в Чехию, а в перспективе и в другие европейские страны. О качестве нашего вина мы можем судить по положительным отзывам и увеличению заказов, которые мы едва успеваем выполнять. Есть желание расширить завод и увеличить количество вина. Виноделы Нагорного Карабаха уверены в высоком качестве своей продукции и считают, что карабахские вина могут полноценно конкурировать с ведущими мировыми производителями. Но по мнению винодела из Армении Баэ Куэшгуряна, чтобы выйти на мировой рынок, карабахская винная отрасль должна преодолеть ряд серьезных преград. Возможно, качество вина и хорошее, но его малое количество остается проблемой. Кроме того, отсутствие опыта в экспортировании, минимальные знания в технологическом плане и отсутствие крупных инвестиций создают препятствия для выхода на крупный мировой рынок. Между тем, в Нагорном Карабахе есть все условия для развития виноделия, а главное – территории для создания больших виноградных плантаций. Кроме того, качество вина говорит о том, что карабахские виноделы имеют большой потенциал. Этот год не был благополучным для карабахских виноделов, потому что погодные условия сильно навредили виноградникам. Предприятия и частные хозяйства от града и засухи потеряли от 30 до 40% урожая. Правительство Нагорного Карабаха в августе приняло решение продлить сроки выплаты кредитов для землепользователей, чьи земли пострадали от природных бедствий сроком от 1 до 7 лет в зависимости от размера территории. Также будет возмещен ущерб для виноградарей в размере 100 тысяч драмов за 1 гектар пострадавшей площади. По данным Министерства сельского хозяйства Нагорного Карабаха на сегодня в республике обрабатывается 2000 гектаров виноградных плантаций. В этом году урожай удалось собрать почти с 1500 гектаров, при средней урожайности 30 сантиметров с гектара. 18 октября в селе Тох Гадрудского района Нагорного Карабаха впервые прошел фестиваль и выставка продажи армянского вина. Свою продукцию представили три крупных местных компаний по производству вина и более 20 средних и малых предприятий и частных хозяйств. Правительство планирует сделать фестиваль ежегодным мероприятием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова